Центральный матч очередного игрового дня в Кубке Беларуси по хоккею был сыгран на Чижовкой арене. Здесь сошлись лидеры группы А, Юность и Неман. Под стать статусу соперников вышла и игра. В жестком эмоциональном противостоянии сложно было отдать кому-то превосходство. Открыли счет гости. На 30-й минуте цели достиг бросок Малявка. Вообще, второй период стал лучшим для Гродницев в этом матче. Не раз и не два они могли огорчить Тряничева, но транжирили выгоднейшие моменты. А вот минчане незадолго до второго перерыва сумели зажечь красный фонарь за неприятельскими воротами. С передачи вернувшегося в Юность Корса цель поразил Константин Захаров. Ну, Даниэль, конечно, с его опытом. Это усиление для команды однозначно. Приятно играть с таким бакистом. Больше заброшенных шайб с игры зрители не увидели. 1-1 по итогам основного и дополнительного времени. Да и серия буллитов вышла затяжной. Минчане лишь в шестой попытке пробили вратаря Немана и добились важной победы. 2-1. Боевая игра такая, я думаю, интересная для зрителей была. Хоть счет маленький, но я думаю, интересно. Не ставили сейчас во главу угла победу любой ценой. Дали поиграть многим, чтобы... Потому что таких игр у нас сейчас до Лиги чемпионов, скорее всего, не будет. Хороший соперник, поэтому хотели дать поиграть специально. Во всех четверговых матчах Кубка Салея победили хозяева льда. Динамо разгромило Витебск, Шахтер был сильнее Гомеля, а Металлург, уступая с разницей в две шайбы, все-таки одолел лиду. Субтитры сделал DimaTorzok